Приветствую, с вами Аполлинария. Сегодня я покажу, как сезон 2022 набирает обороты в Судаке. Вода потеплела, люди из моря не вылезают, потому что на улице плюс 30-34 днем, прям настоящее летнее жарища. Я не сняла микрофон, поэтому не пойду купаться. Будешь? Дорога на Судак, пруд, просто столько машин с краснодарскими номерами, все едут на отдых. Туристов в Судак привозят целыми автобусами. Ну что, друзья, как только море потеплело, люди ринулись в Крым. Это Судак сейчас, и он набирает обороты. Городской пляж забивается потихоньку. Из воды не вылезают, особенно дети. Действительно уже потеплело, но она еще слегка освежает. Ну, можно долго плавать. Так тут Судаки активно работают за завал, и вон, все, свое внимание на море! Внимание на банан! И там довольные люди так кричат, видимо, хорошо их прокатили. И вообще, я вам скажу, городской пляж в Судаке в июне, это просто сказка какая-то. Вот такая красота вокруг. Тут зона с шезлонгами, с теневыми навесами. Везде стоят раздевалки. И, конечно, шикарнейший вид на Генуэзскую крепость. Она в центре кадра. И вон виден новый свет. Мыс Капчик. Кстати, сейчас тоже зазывали на прогулку на морскую на катере с рассказом экскурсовода. Заездом во все бухты новосветские. Голубую, зеленую, синюю. Они же все отличаются по цвету. С заходом на царский пляж. И там купание в открытом море. Ну, или не в открытом, а на этом пляже. В общем, очень здорово. Потому что на царский пляж пешком особо не попадешь. То есть, только нужно по морю подплывать. Моют, моют павильоны. Да, в этом году поздновато стартанул сезон. Хотя, последние годы с этими всякими пандемиями вон тоже позднее начинался. И, несмотря ни на что, люди приезжали в Крым отдыхать и оздоравливаться. Я смотрю, в Судаке здесь песок не желтый, как в Феодосии, не золотой, а темноватый, такой вулканический, что ли. И он до того раскаленный. Я не могу вам просто передать словами, насколько он раскалился. Они будут решить приближаться на расстоянии, будете другие, а два. То и дело, кто-то уплывает на банане единороги. Ну что, идем купаться. Все-таки в Судаке нужно открыть сезон. Уже пора. О, когда нажаришься на солнышке, вообще так классно. Она слегка только освежает. Какая-то сегодня мутноватая. Плавают медузки, водоросли. Но я не сняла микрофон, поэтому не пойду купаться. Назад нельзя. Освежающее, но можно плавать. Освежает хорошо, но хочется еще поплавать. А прозрачность водички вот такая. У самого берега видны камушки. Даже мои стопы. А поглубже, как бы мутней, мутней. И вот уже едва различимое дно. Медузка. Какой-то вот мусор. Ну такой вот водоросли. Он мотылек. Не самая кристальная вода. Знатоки Судака, напишите, пожалуйста, здесь бывает кристальная прозрачность? Или может здесь песка или какой-то тут реки постоянно намывает вот это все. И делает мутность. Субтитры сделал DimaTorzok Хочу немножко показать, как оборудован городской пляж. Я думаю, он самый тут у нас популярный в Судаке. Бесчисленное количество шезлонгов. Но как-то их не сильно любят. Людям проще на своих полотенечках не оплачивать отдельный лежачок. Так что объявление курения, купания. Нет, курение, распитие алкогольных напитков запрещено на пляже. Теневые навесы. Но тут, получается, нужно будет заплатить за шезлонг, чтобы получить тень. Кабинки для переодевания дорожки, по которым удобно ходить. А не по песку раскаленному, особенно когда ты из воды бежишь босиком. Ощутила я сегодня на себе, как какой он огненный просто. И здесь под стеночкой бунгало вам предлагают. Горячую кукурузу, мороженое. И со шторками такие. Отдельные номера. Климата, павильон прямо на пляже. Пляж заканчивается причалом. А нет, там за ним еще и еще уходят пляжи. Слушайте, ну тут вместительные они судаки. Они зря судак любят. Мои зрители, я знаю, вы мне написали, что едете в судак. Тут какие-то странные маленькие шезлонги. Как будто бы не хватает одной части, вон дырки. Странные. Вот причал. О, как живописно все-таки тут эти судакские окрестности, горы. Конечно же, на пляже, как всегда, просыпается очень сильный аппетит. У вас также, кстати, напишите. С собой я взяла пиццу вчера с вечера приготовила, потому что утром быстрее-быстрее нужно было собираться куда-то, выдвигаться. Кстати, в одном из роликов, который мы не так давно снимали с подружками, ходили здесь в судаке на мыс Меганом, и вы написали. А, мы там показывали, что мы едим, набрали каких-то пирожков, булок, гамбургеров. Потом огурчики, ну, потом кулебяка с капустой, пирожок с вишней. В общем, имейте в виду, что это обед спортсменок. Только вчера мы были на тренировке, а сегодня... И вы писали, что... Девочки, вот вы что за обед лентяек? Почему вы ничего не приготовили? Потому что мы спешили, мы умеем готовить. Это не значит, если мы что-то купили, что мы не умеем. Вот что я взяла. Это домашняя пицца, вкусненькая-вкусненькая. Здесь помидор, так, перец, соус мой фирменный с чесночком, потом колбаска, сыр, ну и розовые помидорки, огурчики и мелитопольская черешня, которой нас сейчас балуют. Квас на разлив. Это не пиво, если что. А то кто-то подумает, что это тёмненький пивасик. Нет. Пиццу тоже люблю. Хочешь со мной в любимый чай? Будешь? Там ещё есть. Брусья на пляже установили. Да, здесь много на чём предлагают прокатиться, начиная от катамаранов простых. Вот банан-единорог, какой-то вот супер-бэтмен, обещают супер-экстрим, чёрно-жёлтая конструкция, вот с эмблемой Бэтмена. И вот говорят на ней прям вообще страшно-страшно, не знаю, какая-то ещё бешеная ватрушка. Потом где-то тут в небе летал ещё парашют привязанный к катеру. А голубей-то на пляже. Особенно судак любят за его прекрасную набережную. Далеко у нас не в каждом курортом, посёлке и городе есть такая набережная. Тут она и протяжённая, и новая. Ну и, конечно, какой крымский город без всяких вот таких прелестных человек. Привет, собачка! Привет! Ну что ты меня облизываешь? Проснулась. Как дела? У тебя ушко. Что у тебя с ушком? Что оно торчит у тебя вверх? Самое интересное, ещё на пляже уйма народу, но уже и на набережную высыпало немало человек. Пая. Все гуляют. Открыты уже кафешечки с разными вкусняшечками. Что это у нас такое? Участие, три попытки, 200 рублей. Приз полторы тысячи. Только что нужно сделать, кто знает. Иду по набережной в сторону мыса Алчак. И здесь, получается, у нас какие-то заграждения. Вот зимой их не было. Видимо, тут картинги. А нет, это не картинги, это детские машинки. Просто, чтобы они не разбредались по всей набережной, им такие загончики оформили. Пляжей в Судаке, конечно, немерено. Вот недалеко от городского пляжа, тоже с навесом. Вот такой домик для детей теперь из новинок сезона на набережной появился. Вот еще разобранные куски плитки, потому что нужно было установить опоры. По приезде в Судак ждал небольшой сюрприз. Хотели как бы остановиться с ночевкой, чтобы подольше побыть, захватить два дня, то есть позагорать, покупаться, посмотреть ночную жизнь Судака. Забронировали на сайте Твилл номер, предоплату взяли. Через какое-то время отель подтвердил бронирование, отель Сота назывался. А когда уже приехали, вышла администрация и сказала, а вы что не видели, мы все отменили, мы вам написали. Я говорю, ну вообще-то я была в дороге. В общем, как-то изначально немного не задался отдых, потому что такой сюрприз ждал, как бы не очень приятно. Ты рассчитываешь, что все, тебя подтвердили, взяли предоплату, ты заселишься. То есть, ну вот такие вот есть моменты. Поэтому сейчас я не знаю. Целый день я тут буду, два дня. В общем, вот такой был неприятный момент. А вот как раз мимо прохожу. Короче, вот этот отель подтвердил бронь, взял предоплату. А когда мы приехали, тут вышла администратор и сказала, извините. Так что не рискуйте. Вот, как бы было неприятно. Представляете, вы приезжаете уже с полной уверенностью. А вам говорят, ищите другое жилье. Нам очень жаль. Ну мы же там вам написали. Вот получается отель, в который удалось перезаселиться. Недалеко от Кипарисовой аллеи улица Бирюзовая. Гостевой дом называется Агава. На территории высажены розы и находится на горе. Тут такой бугорок, прям подняться сюда. Дворик есть, беседка. Агавы. Вот такой номер. Сейчас в низкий сезон. Привет, это я. В низкий сезон стоит 2000 рублей. Потом, конечно, цены повысят. Так, и здесь ванная комната. Совмещенная ванная комната. Есть наборчик. Гель для душа. И что там? И гель для душа. Мыло. Также есть чашки. Вообще, этот номер на четверых даже может быть предназначен. Есть кондиционер. Телевизор. И балкончик выходит во двор. А, вот на дорогу. Балкончик небольшой. Здесь можно вот развесить белье. Вот примерно такого плана. Номера сдаются повсюду. Во всех вот этих гостевых домах в Судаке. Хотела на балкончике повесить, сушиться купальник. Но нет ни одной прищепки, к сожалению. Мой летний образ. Кипарисовая аллея вечером. Так что люди гуляют. Но еще к сезону вон готовятся с болгарками. Люди с гитарами идут. Куда-то на набережную. Куда-то на набережную. Какой таинственный ночной судак. Музыка отовсюду. Веселье, конечно. А это всего лишь самый старт сезона. Да, в Судаке весело. Так что советую приезжать сюда отдыхать. Кто хочет какого-то движа, драйва. Вечер. Люди не только гуляют по набережной. Они спускаются на пляж. Волнение моря не ощущается. И вот. Видите среди скал. Огонечки. Это новый свет. И вон крепость выделяется на фоне светлого неба. Вот она, ночная жизнь судака. Да, слушайте, мне не верится. Мне кажется, даже в Феодосии поменьше людей. Да, Судак. Это место. И пляжей, и красот. И в какой-то тусовке. Супер. Как мне нравится. Кого тут только не встретишь в Судаке. Ужас какой-то. Вы тоже его видите? Именно на этой Кипарисовой аллее сосредоточение всевозможного общепита столовых, кафешек, каких-то на вынос блюд. Там шаурма, чебуреки. Вот потом что? Вот столовая. Всякие курортные товары. Например, пляжные принадлежности. Всякие шляпы. Вот такие крокодилы. Вот и косички плетут. В общем, все на этой аллейке. Это у нас старик Хинкалыч в Судаке. Я пришла скушать лодочку в Хачапури по-аджарски. По франшизе они работают, поэтому везде примерно одинаковый интерьер. Вот роспись бело-голубая на потолке. На Кипарисовой аллее находится это заведение. И по ценам можете сориентироваться. Конечно, рекомендую Хинкали. Вот, а я люблю Хачапури по-аджарски, лодочку. Вот, можно со своим алкоголем, кстати. Только нужно оплатить пробковый сбор 250 рублей. Инструкция, как кушать Хинкали. Вот, и блюдо на мангале есть. На Кипарисовой аллее цветут розы. Пулинг хотела вам показать по ценам. Тариф на игру 1000 рублей час. Ну всё, сезон я наконец-то открыла. Я даже рада, что в Судаке. Хотя я прям была уверена, что открою его скорее на Азовском море. Оно же прогревается быстрее у нас, чем Чёрное море. Тем более, я теперь живу в Джанкои. И оттуда, в принципе, в любую точку Крыма мне 2 часа, и я на пляже. Не важно. А то и полтора. Там, например, в Иппаторию, в Саки, в Новофёдоровку, Черноморская, Стерегущая, Феодосию, Щёлкино, тоже 2 часа. В общем, в Судак где-то около 2 часов. Вот везде, в принципе, удобно так добираться. Это в центре Крыма. Вот. Ну и всё-таки открыла на Чёрном море. Человек, который больше всех хочет открыть сезон. Он ползёт, несмотря ни на что. Приветствую! С вами Аполлинария. Сегодня я покажу, как сезон 2020-20... Ну и, конечно, традиционно хочу поблагодарить вас за поддержку канала, за активность, за лайки, за комментарии. За донаты спасибо большое. Петру Верещагину, Виктору Москвину, Василию Борисовичу Хавову, Юлии Михайловне с приветом от семьи Герасимовых. Вам тоже привет большой. Вениамину Витальевичу, Дмитрию Викторовичу Б. Спасибо большое. Всем до новых встреч. И следите за приключениями, за обстановкой в Крыму у меня на канале. Подписывайтесь. Пока.